Привет! Падают просмотры. Кажется, что мы делаем все правильно, но на самом деле допускаем фундаментальную ошибку. Давайте разберем несколько ключевых моментов, которые сейчас прямо влияют на падение просмотров на наших видеороликах. И начнем с текущей ситуации, с тех роликов, которые многие снимают. Вот, например, популярный поисковый запрос, который засветился и в новостях, и многие начали пытаться делать подобные ролики на YouTube. Иранские бренды одежды. Да, был пик трафика в период с 12 по 13 апреля, но потом все упало в ноль. Это первое. Второе, это был именно поисковый трафик. Если мы переключимся на YouTube, статистика минорно, незначительно, по ней нет данных. То есть снимать такой видос, это было малоинтересно и бесперспективно. Соответственно, это самая такая первая ошибка, когда уцепились за какую-то новость, казалось бы, инфоповод. Начинаем думать, о, может выстрелит. На самом деле не выстреливает. Следующий пример. Давайте посмотрим. Мон Ас в реальной жизни. Многие пишут, спрашивают, говорят, Дэн, смотри ролики 10 миллионов, 11 миллионов, 30 миллионов и так далее. Куча-куча миллионов. Но не обращают внимания на то, что все эти ролики сняты год и более назад. Редкие ролики, чуть более свежие, но в основном вот так и только на крупных каналах-миллионниках. Открываем статистику МОН Ас в реальной жизни. И мы видим, что как раз на тот период времени приходился пик просмотров данной тематики. А потом все упало практически-практически в ноль. И, соответственно, просто сейчас это не востребовано. И если мы откроем ролики, снятые, например, за последнюю неделю или за последний месяц, мы увидим вот такую картину. Они набирают немного просмотров. И вот даже, казалось бы, ролик набрал 50 тысяч просмотров. Открываем этот ролик. Видим, что эти просмотры на канале миллионники. А это, как вы понимаете, немного, это незначительная статистика. Соответственно, дальше следующий запрос, который мы отработаем. Тема, которая у многих на слуху, видеокарты дешевеют. И ролики, которые выходят по этой теме, набирают неплохие просмотры. Мы можем видеть вот месяц назад 50 тысяч, 20 часов назад 22 тысячи. При этом вот цены на видеокарты тоже довольно запрос. При этом мы можем видеть, что ролики выходят с хорошим фактором обнаружения. То есть на канале 74 тысячи подписчиков, ролик набрал 132 тысячи за чуть менее, чем месяц. Или вот другой канал, где мы тоже видим, что вот видеокарты дешевеют. 20 тысяч просмотров за сутки набрал ролик на канале, на котором 60 тысяч подписчиков. Тоже хорошая статистика. Или вот еще ролик «Цены падают причиной большого количества видеокарт». Здесь мы смотрим, собственно, топ популярных роликов. И этот ролик входит в топ-10, хотя снят месяц назад. Хорошая статистика тоже. И, соответственно, мы переходим, смотрим, как меняется интерес в трендах к поисковому запросу видеокарт. В принципе, да, по России в поиске YouTube мы видим, что здесь есть перспектива роста уже даже по неполным данным за, собственно, середину апреля. Мы видим, происходит рост, тема востребована, и люди начинают смотреть больше. Соответственно, на что мы обращаем внимание, когда мы выбираем тему для видеоролика? Или когда мы видим ролик, который выстрелен, набрал какие-то хорошие просмотры, и мы думаем, снять или не снять? Во-первых, нам нужно несколько факторов проанализировать. Поисковые подсказки, тренды, конкурентный анализ каналов конкурентов, чтобы понять вообще, за последние 3-6 месяцев эти ролики набирают больше просмотров, чем соседние, или же нет. Это базовый такой конкурентный анализ. Когда мы вбиваем ролик в поиск, например, на YouTube, важно смотреть, какие ролики выдачи. Есть ли свежие ролики, или там только старые видеоролики, или ролики только на крупных каналах, или, может быть, этот тренд уже прошел. Поэтому мы попадаем в ловушку, когда мы видим большие показатели статистики на каналах, и думаем, что если мы снимем ролик на эту тему, у нас тоже будет успех. По факту, без такого анализа, скорее всего, ничего не получится. Особенно в условиях нынешней ситуации, когда накладывается еще один фактор хайпа, когда текущая повестка информационная, в общем-то, всем понятно. И все, что с ней связано, это, собственно, военные действия, это цены, это кризис, это падение доходов, рост расходов, другие различные ситуации, что будет с рублем, курс доллара, дефонты, девальвации и так далее. Вот эти все темы забивают информационное пространство, люди погружаются в них, на фоне этого возникает некий информационный хаос, и темы, которые остаются востребованными, но уходят с переднего плана, все труднее начинают поддаваться анализу, потому что люди просто не знают, как их вычленить, на что обращать внимание, и фокус внимания смещен только в одну сторону. И, соответственно, очень важно не допускать такой ошибки в текущий момент, и в то же время делать ролики, которые будут актуальны и востребованы, в том числе с учетом текущей повестки. Вот, например, те же ребята из Droider сделали очень уместный, очень в тему ролик про российские процессоры, могут или нет, где просили экспертов, и ролик действительно качественный. Но на фоне общего падения трафика, конечно, пока что ролик, ну, не набрал слишком много. Давайте вот откроем вам статистику по этому ролику. Но, тем не менее, 67 тысяч просмотров за 20 часов. В то же время предыдущие ролики за больший период времени набирали не так много. И этот ролик, я думаю, что в перспективе наберет еще дополнительные просмотры и сработает, потому что тема все-таки имеет отношение к текущей повестке дня и может быть перспективной, в том числе с отложенным эффектом, то есть трафиком из рекомендованных видео, которые обычно срабатывают с некоторой задержкой. Соответственно, это может быть перспективной, и такие отсылки к текущему моменту времени в рамках вашей темы имеют смысл делать. Не попадайте в ловушку, когда вы просто видите какой-то отдельно взятый результат на непонятном вам канале, или вы где-то видите, просто вам скидывают ролик, говорят, смотри, он набрал, надо делать так же. И вы такие, да, я пойду делать так же, я рассчитываю на результат. Подход неправильный, подход ошибочный и не ведет, скорее всего, ни к чему. Не допускайте такую ошибку. И очень важно порой бывает посоветоваться с теми ютуберами, которые уже работают в той или иной теме, обменяться опытом. По ссылочке в описании наш закрытый чат, где мы, собственно, и обмениваемся опытом, причем с акцентом на иностранный ютуб, на котором работает монетизация, где можно монетизировать ролики, в том числе без оценса, через сервисы дистрибьюции. И это дает существенное конкурентное преимущество, плюс реально можно писать, ребят, кто работает с такой-то темой, с танцующими пришельцами, или там с кем-то еще, что там вообще происходит, сколько денег, есть трафик, нет трафика, какова реальная ситуация, и найдется человек, который скажет, я работаю, вот смотри, картина такая, с нуля заходить так-то. И это дает нам понимание того, стоит ли тратить время в том или ином направлении, или это не имеет смысла. Спасибо, надеюсь, что предостерег вас от совершения распространенной ошибки, которая для многих, кстати говоря, не очевидна, и многие думают, да, ну это не про меня, на самом деле это про нас всех. И мы так или иначе часто сталкиваемся с ситуацией, когда мы ведемся на какие-то темы, снимаем видеоролик, тратим ресурсы, время, деньги, силы и так далее, да, а ролик не выстреливает, потому что мы не учли те даже простейшие базовые факторы, которые были здесь перечислены. Надеюсь, будет полезно и убережет вас от ряда ошибок, сэкономит ваше время и сэкономит ваши деньги. Делайте востребованные ролики и до встречи в следующих видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова